Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради! Сегодня я предлагаю приготовить шубфундель – блюдо южно-немецкой и австрийской кухни, которое похоже одновременно и на итальянские ньоки, и на украинские ленивые вареники из картофеля. Существует несколько вариантов шубфунделей, которые могут подаваться и как основное блюдо, и как закуска. И еще есть десертный вариант под названием Нагая Мориэлла, который подается с корицей, сахаром и маком. Ну а мы сегодня будем готовить шубфундель в виде закуски. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению, вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала подготовим около половины килограмма предварительно помытого картофеля. Заворачиваем каждый клубень в фольгу и отправляем в духовку, где он будет запекаться до полной готовности. Также картофель можно просто отварить, причем неважно, в кожуре он будет или вы его предварительно очистите. Готовый картофель оставляем на столе до полного остывания. А когда он остынет, очищаем его и протираем через сито. Можно также размять его с помощью картофеледовилки, но тогда придется сделать это очень тщательно, чтобы не осталось ни одного комочка. В получившееся картофельное пюре добавляем 1 яйцо, по вкусу соль и черный молотый перец, а также свои любимые специи. У меня это сегодня половина чайной ложки сухого чеснока, половина чайной ложки майорана, столько же тимьяна и четверть чайной ложки острого перца. Теперь очень тщательно вымешиваем картофельное пюре с добавками. А затем небольшими порциями добавляем 200-220 граммов муки и замешиваем мягкое тесто. Я настойчиво рекомендую добавлять муку буквально по 1-2 ложки, поскольку ее может понадобиться как больше, так и меньше. Здесь нужно ориентироваться не столько на количество муки, сколько на консистенцию теста. А оно должно получиться вот таким вот мягким, но при этом абсолютно не липнущим к рукам. У меня, к слову, сегодня на 350 граммов готового картофельного пюре ушло ровно 200 граммов муки. Возвращаем тесто в миску, которую затем затягиваем пленкой и даем тесту отдохнуть на протяжении 15-20 минут. В это время можно нарезать бекон, которого нам понадобится около 100 граммов. У меня бекон сырой, но можно использовать и копченый, будет только вкуснее. Опять-таки, размер нарезки бекона принципиального значения здесь не имеет, поэтому нарезайте так, как вам удобно или вообще используйте целые полоски. Ставим на небольшой огонь сковородку, наливаем в нее пару столовых ложек растительного масла и выкладываем нарезанный бекон. Нам нужно на медленном огне вытопить из бекона весь жир и добиться того, чтобы он стал хрустящим. А пока бекон вытапливается, присыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем на нее уже отдохнувшее картофельное тесто. Для удобства я делю тесто на две части. Одну часть пока убираю, а оставшуюся вторую раскатываю в колбаску толщиной около 2-3 см. Затем разрезаем колбаску на небольшие кусочки толщиной около 1,5 см. А затем из каждого кусочка формируем заготовку длиной около 10 см, более толстую посередине и сужающуюся к концам. Именно такая форма является традиционной для шубфнуделей, независимо от того, основное это блюдо, закуска или десерт. Точно такие же заготовки делаем из всех кусочков теста. Пока мы занимались формовкой шубфнуделей, бекон уже хорошо вытопился и превратился в шкварки. Поэтому шумовкой достаем шкварки и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы они немного обсохли. А на жире, который вытопился, обжариваем заготовки шубфнуделей со всех сторон до золотистой корочки. А затем, по мере их готовности, выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вообще шубфнудели можно готовить несколькими способами. Например, просто отварить и подавать с квашеной капустой. Или отварить, а затем обжарить. Или вообще приготовить их во фритюре. Лично мне нравится шубфнудели просто обжаривать. Такой способ приготовления, как мне кажется, менее трудозатратный, при этом позволяет добиться хрустящей корочки и мягкой нежной серединки. В качестве дополнения к таким шубфнуделям можно использовать шкварки из бекона, которые я предпочитаю предварительно измельчить. Такие маленькие шкварочки хуже семечек. На них залипают практически все гости, от мала до велика. А еще прекрасно дополняют эту закуску свежие помидоры и немного свежей же зелени. В качестве дипа к шубфнуделям можно использовать как обычный кетчуп, так и грибной соус, как майонез, так и гуакамоле. Я же сегодня к этой закуске приготовила самый обычный сырный соус, который также прекрасно подходит к шубфнуделям. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok